Снова всем привет! Сегодня хочу с вами поговорить о люксовой косметике, точнее, о самой любимой моей люксовой косметике, потому что, ну, будем смотреть правде в глаза, не все люксовые продукты оправдывают свою стоимость, не все становятся нашими любимчиками, но есть и такие, которые надолго поселяются в косметичках, на туалетных столиках, и вот именно о них сегодня и будем говорить. Одним из таких открытий стал для меня хайлайтер от Becca, очень красивая, немножко прорезиненная упаковочка, тут такая металлическая часть, оттенок у него Champagne Pop, и я пытаюсь всегда открыть его не с той стороны. Очень красивый цвет шампанского, и я его использую не только как хайлайтер, но и как тени. И именно на глазах, на карих глазах, ну, как у меня выглядит это, очень интересно, красиво, причем подходит эта штука не только на лето, хотя хайлайтер такое, что это более летнее, как в моем представлении. А, и кстати, у него есть немножко такой запах, возможно, немножко похожий на шампанское, может быть, это как-то ассоциации с названием такие получаются, но тем не менее, мне так кажется. В общем, классная вещь. Он деликатный, как хайлайтер, он деликатный, как тени, но при этом заметный. Мне он нравится и как люксовый продукт, сам продукт, и как вот его оформление, к нему просто приятно прикасаться, на него приятно смотреть. Это очень хорошее вложение денег, хотя цена у него далеко не бюджетная, поэтому лучше все-таки ловить его по скидке. Или заказывать откуда-то из Америки, я знаю, есть еще мини-версия этого же самого, но расход, я вам скажу, минимальный, действительно, наверное, выгоднее заказать маленькую версию, потому что я пользуюсь им уже год, как я сказала, и качестве хайлайтера, и качестве теней, и он вообще не думает заканчиваться, продолжает меня радовать. Следующее средство это пудра бронзер от Dior, вот такая красота, здесь 4 сегмента, немножко с разными оттенками, ну, как бы я их все смешиваю, так и предполагается эту вещь использовать, и получается очень красивый, здоровый оттенок таких бронзовых румян, ну, для моего тона кожи у меня не самый светлый, это именно румяна, и, знаете, сразу от одного взмаха кистью очень получается здоровый такой вид, холеный, обожаю, тоже расход абсолютно минимальный, единственное, что набирается лучше жесткой кистью, с ним в комплекте шла кисть, да, ей хорошо набиралось, но она была достаточно жесткая для щечек, поэтому лучше какую-то кисть найти, которая и продукт будет набирать, но и при этом будет как-то поделикатнее обходиться с кожей, я такую кисть нашла, это Magic Brush, не помню, где заказывала, ну, в общем, вы найдете в интернете, если поищете, вот с этой кистью эта пудра работает здорово, у меня 002 оттенок, это Dior Skin Newton, очень вам советую, я, честно говоря, не знаю, это вроде бы не лимитка, нет, я надеюсь, что это не лимитка, потому что когда-нибудь он все-таки закончится, а он у меня должен быть всегда, я думаю, он все, на всю жизнь, это любовь у меня, поэтому надеюсь, что он всегда будет в продаже. Следующий мой фаворит, это тоже Dior, это рождественный-таки наборчик, три оттенка теней и в отдельной закрытой секции Lip Maximizer и помада, кисточка, зеркало достаточно такое удобное, это Dior Holiday Couture Collection и сюда входят оттенки тени 501, 031, 770. Очень приятная на ощупь упаковка, это под кожу она сделала, ну, знаете, как такой дерматин какой-то, но достаточно она прочная, если футбол не играет, то все в порядке, то есть у меня с ней ничего не произошло, хруню аккуратно. Что понравилось, до этого у меня не было теней Dior, и я поняла, что я много потеряла, потому что такие обычные повседневные оттенки, они как будто сами просто ложатся вам на глаза, достаточно пару взмахов кисти, и все, у вас какой-то красивый макияж, на который обращают внимание, что удивительно, поэтому просто любовь с этими тенями. Думаю, буду пробовать тени Dior когда-нибудь еще, конечно, не хочется лишнего покупать, когда уже все вроде бы есть, но меня заинтриговало это качество, какое-то волшебство просто, так что очень вас советую, может быть, нет конкретно наборной, но я знаю, что подобные выходят каждое рождество, поэтому посмотрите. Еще одни тени, которые очень мне понравились, это вот такая однушка от Барбари, оттенок Rosewood 202, вот такой, сейчас открою, вот такой оттенок, он, знаете, такой, напомнил мне Хокс от Мак, ну, конечно, он посветлее, стал такой повседневный, подходящий любому цвету глад, как будто макияж без макияжа у вас получается, мне это очень нравится, на каждый день очень удобно, там уже даже дырочка образовалась, такое небольшое углубление, что для меня вообще нетипично, потому что мне очень нравятся тени, у меня много теней, и чтобы вот так вот стало видно подобие использования, это редкость, и я очень рада, что все-таки с ними это произошло. Очень приятная, тяжеленькая такая упаковка, качество и самого продукта, и упаковки на высоте, поэтому советую. Румяна от Tom Ford в оттенке Flash 03. Это что-то очень необычное, сейчас покажу, дело в оттенке, смотрите, какой это оттенок. Это такая ядреная, холодная фуксия, очень ярким он смотрится в упаковке, но я пошла на риск, у меня обычно идут более теплые оттенки румян, потому что он такой теплый светотип, удивительное дело, эти румяна подошли мне идеально, я даже не знаю, насколько они подойдут светленьким, холодным девушкам, потому что на мне это просто волшебство, очень, бежесть такую передают сразу, идут невероятно, как-то минус 5 лет вам обеспечивают, наверное, точно, и никуда не деваются с ваших щечек весь день, очень стойкие, очень приятные. В общем, я влюбилась в Tom Ford, хочу обязательно попробовать их тени, еще, наверное, какие-то оттенки румян обожаю. И последние два люксовых любимчика, это Armani на жидкая помада и тени для глаз. Я, давайте начнем с теней, не очень люблю кремовые тени, просто потому что не люблю пачкать руки, обычно пальцем предлагается их растушевывать. Вот тут такой спонжик. Но эти тени настолько мне понравились, настолько легко распределяются, как бы сами без вашего участия практически, главное, быстрее после нанесения на глаз их разнести. И, знаете, будет эффект, как будто вы прорабатывали отдельно складку, затемняли отдельно уголок, какой-то там третий цвет наносили на середину подвижного века, а на самом деле это все будет один оттенок. Дело в том, что в нем есть мельчайшие такие переливающиеся частички, которые создают этот волшебный эффект, волшебство на глазах, как я это называю. За год использования с ними ничего не случилось, они не высохли, они как новые. Очень вам советую. Наверное, другие какие-то оттенки можно было бы попробовать, но, как я уже сказала, я не понадобятся кремовые тени, одних мне хватает, и я ими очень-очень довольна. И жидкая помада, это Lip Maestro оттенок 501. Очень экономичное средство, потому что очень яркая, насыщенная консистенция этой помады, вот такой спонж удобный. Конечно, я никогда ее не стала бы наносить на все гул, потому что это получится слишком ярко и так тяжеловесно. Поближе покажу сводч. Но что я делаю? Я наношу ее буквально чуть-чуть, разношу кисточкой, и получается очень красивый оттенок, не сильно насыщенный, не сильно какой-то бледный, заметный, держится весь день, не съедается, губы не сушит, это просто волшебство. Так что Armani обожаю и всем советую. У меня это очень универсальное средство, то есть если мне нужен более интенсивный цвет вечер, то я просто нанесу больше ее, если дневной вариант, то меньше. Так что это два в одном, поэтому, я думаю, раздумывать вообще не стоит. Такое потрясающее качество, такой эффект и приятная люксовая упаковка. В общем, делают свое дело. Я думаю, какие-нибудь еще оттенки обязательно попробую. У Armani очень люблю. Это были все мои люксовые любимчики. Обязательно к ним присмотритесь. Это то, на что не жалко потратить деньги, то, что стоит каждый свои копейки. Если у вас есть какие-то такие же любимые средства, которые вы долго думали купить или нет, из-за цены, и они вас очень радуют, то напишите мне, пожалуйста, о них мне будет очень интересно. Увидимся скоро. Пока!